но я хотела бы опять же добавить я говорю о том что если например взять ну то что посеет панику оно просто все разрушит здесь мы сами сеем эту панику то есть от чего растет да даже взять вот крупный биток вот он же тоже там же тоже есть какие-то львы тигры там не за обезьяны или там кто-то там тоже же есть вот кто-то вот так решил значит будет так если вот там это будет по-другому то же самое и здесь если мы сеем панику мы хотим большинство вывести эти наши там деньги да соответственно цена будет какая там никакая да если мы например поддержим и у нас это может вырасти но мое это мнение конечно не знаю я не особо в этом разбираюсь но я просто логику эту всю понимаю то есть если мы не будем сеять панику соответственно мы сможем все это выдержать наверное все вместе вот так и что ну хорошо наталья вот смотрите мы сделали созвон вот сейчас мы общаемся да вот это что то что мы сейчас обсуждаем и каждый имеет право высказаться что это поддержка курса или наоборот это мы панику сеем что мы сейчас делаем почти да это просто мы рассуждаем наверно как то как нам быть как чего у нас же здесь не большинство ну какая-то часть нас есть здесь конечно конечно и как раз вот эти на на наши предыдущие созвоны просто я замечаю когда я их загружаю на мой канал там они набирают тысячи просмотров потому что людям это интересно и ну мало того что интересно люди вообще хотят понять что происходит с их деньгами то есть вот они на протяжении многих лет получали там пассивный доход на счете виста потом произошла вот это вся катавасия господин василенко сам устранился он целый год уже как говорится никак не комментирует что вообще происходит это кстати к вопросу о панике да потому что я считаю что на романе викторовича прямая ответственность если бы он целый год был с людьми на связи объяснял бы что происходит в компании и что делается для того чтобы вот это все восстановить потому что получается без вот этих нормальных объяснений люди и тыкаются как слепые котята потому что не понимают что происходит да что мы тут вот мы собрались и видите я вам задаю вопросы как бы пожалуйста делитесь вашими мыслями вашими предположениями а разве в нормальной компании должно так быть нормальной компании руководитель должен выйти и объяснить ребята у нас такие то такие то проблемы мы их решаем вот так то и так то как говорится быть нормальным лидером и показывать путь да а этого нету господин василенко прячется где-то там и ничего не комментирует я не я и корова не моя вот так а мы вынуждены вариться в собственном соку и обсуждать вот это все хорошо я согласна но на учебах же бывают люди наверное с этого чата вот есть учебы там и все такое там где выходит они не называют сейчас себя там по имени да там короткевич вячеслав выходит там винничок денис выходит ну вот я их как бы знаю просто по голосу да и и что они говорят наверное здесь люди которые присутствуют у нас сейчас здесь там 40 чем-то человек наверняка они бывают на этих учебах и они же слышат что там происходит правильно и что говорят или как наверное но опять таки тогда получается это все так засекречено делается что на эти созвоны попадают какие-то избранные товарищи что вот просто действительно недостаточно информации я был на обучении по моему голос дениса винничка по кабинету он проводил обучение в чате нашим питерском последнем вот но там все нормально оптимистично там все провел обучение как положено послушал там даже никаких нет негативов и все прочее единственное там в турцию опять будет какое-то мероприятие но там ограниченное количество людей якобы должно приехать там около тысячи человек хотя я у спонсора узнал никаких ограничений есть кто хочет может приехать юра насчет того что нет негативов ты прекрасно знаешь когда он исчезли все сайты что там лидеры говорили да это сейчас роман викторович быстренько все разрулит это хакеры на взломали сейчас буквально тут пара недель все решим уже год вся эта волынка тянется то есть понимаешь человек вот по факту давай смотреть с людей сняли с балансов там минус 20 процентов раз сейчас человек видит хорошо послушает наш созвон сегодняшний то есть получается я могу свою там тысячу ввести сконвертировать и у меня от 1000 останется 170 долларов никакого негатива нет все прекрасно господа у вас остается 17 процентов от того что было на балансе наслаждайтесь жалуетесь такой негатив щеки вы негатив щеки вы надо верить светлое будущее будет доходность начисляться вот это самое я услышал главный аргумент и плюс не просто перевод денег с одного на другого кабинета что на них также будет как и на вистосчете начисляться определенная доходность сколько сложно сказать но два-три процента скорее всего будет это будет ты купил за пятьсот семьсот а тебе начислили пять семь но один процент ну чё ты считать не может и ир понимаешь когда твоя тысяча превращается в сто семьдесят долларов тебя чё эти два два три процента спасут что классный классный бизнес да твоя тысяча превратилась сто семьдесят ребят ребят смотрите а когда твоя тысяча превращается в зеро вообще в ноль вот здесь вот классно да зато главное быть на позитиве ну ладно мы стараемся кстати заметьте мы стараемся что они конечно сто семьдесят долларов это лучше чем зеро я согласен это позитивно позитивное мышление ну хотя бы будет курс один к одному тогда выровняется до этой монете то есть выгодно будет его и продавать и зарабатывать на нем тогда тогда вот самое интересное начнется сейчас главное что ну вот увидеть что какая часть людей и кто сколько переведет соответственно денег какой курс будет и ну вероятно еще рановато говорить вот сейчас будет конечно все просто мыслить надо не негативно позитивно и все все будет да да то есть посмотрим по ходу что-то будет происходить происходить ну якобы я смотрели 200 тысяч человек намечается и я уже услышал от презентации якобы которые люди сейчас с крупными суммами не ну то есть будет ажиотаж такой что прям курс этой монетки будет расти но все равно люди с большими деньгами будут по возможности его выкупать этот токен смотрите ребята а вот я повторю еще раз если у кого-то из вас есть связь с товарищами из проекта утил я напомню что сетевой маркетинг это вообще-то бизнес информации да и очень плохо когда происходит затык то есть когда извините руководитель самоустранился и народ вот начинает вариться в собственном соку начинаются вот эти слухи и так далее хорошо я понимаю их логику что типа нас на нас наседают правоохранительные органы нас обвиняют там в пирамидности и так далее вот поэтому мы вынуждены скрываться ребята товарищ василенко он чо у нас обеднел что ли у него денег нет наняли любого диктора полно есть сайтов где за денежку диктор тебе начитает любой текст сделают вам любой ролик профессионального качества чо проблема что ли для романа викторовича почему-то 8 лет когда все работало у них находились деньги на конгрессы на которые собирались там тысячи людей да и звезд мирового уровня приглашали на это все деньги находились или эпсу можно было заказать там я так понимаю за немалые суммы видеоклип чтобы сняли да а почему-то людям нормальную информацию дать сделать ролик пусть там даже будет анонимный диктор которого в головном по голосу никто не знает на это почему-то денег нет понимаете вот это вот возмущает что 8 лет людей вели 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 а потом наступила вот эта вся ерунда и и все и нет мы будем информацию давать только только избранным понимаете кого мы решим что вы достойны быть в наших чатах да вот вот вы позитивно настроенные вот мы вас допустим в наши чаты и в наши созвоны а если вы там не дай бог что-то против василенко или против компании высказывайте вы негативщик вы не должны быть наших чатов вы не достойны нашей информации понимаете а вспомните когда василенко давал интервью соловьеву да чё там соловьев спросил куда обращаться еще там василенко ответил так я всегда открыт к моим клиентам пожалуйста всегда обращайтесь ну ну и что и где мы видим это от эту его открытость ребят смотрите да правильно вы говорите все ну смотрите вот у меня такая ситуация я пришла на вот этот ролик как раз вот василенко соловьевым мне очень нравится соловьев реально и сейчас там кто-то его там ненавидит там как-то мне нравится как он рассуждает как он это все ведет и я увидела думаю кто такой вот этот василенко и потом когда я увидела что он в моем городе санкт-петербурге я увидела что он на комендантском думаю да нифига себе да я поеду куда в этот офис и я там увидела веру исаеву наверное все ее знают она погибла в прошлом году да ну многие узнают да женщина там когда соловьев проводил нам вот это вот как это в лужниках тренинг вот этот да она выходила на сцену там и все там ну я как раз там была я не знаю там были вы там кто из вас там был да и дело в том что вот сейчас ее просто не стало и и до этого она мне объяснила что вы понимаете она мне говорит наталья понимаешь если ты доходишь там до 7 8 9 уровня ты не живешь своей жизнью там просто ты уже принадлежишь компании я говорю да я не хочу тогда мне остается там пару шагов до директорства вот я бы если бы это все не случилось я была бы директором сейчас и и просто ну и получилось что она погибла вот до вот этого всего она погибла она видимо ну не смогла бы это все пережить да наверно я не знаю как это но дело в том что и у меня нет желания теперь абсолютно развиваться здесь и идти прям по карьере да понимаете меня и а представьте у меня сколько народу соответственно я каждому из людей я помогаю там пройти вот это все как это все сделать у меня там свой чат я все это понимаете да и поэтому естественно мне нужно я и там слушаю и там я вижу людей как кто к чему относится и я так понимаю опять же сколько до этого до life is good там я зашла в семнадцатом году шестнадцатом в конце года да я зашла в эту компанию сколько я была в компаниях что-то где-то терялась там просто блин они раз их нет утром приступаешь сайта просто нет но вот эта компания life is good они ребята пытаются что-то сделать тот же роман василенко я лично с ним знакома тот же короткевич вячеслав я лично с ним знакома тот же евгений чичук я лично с ним знакома понимаете и нет такого чтобы на они там скрылись но как бы вы себя сейчас повели если вас бы например вот к этому подвели всему вот как бы вы себя вообще вели вот наталья отвечаю отвечаю наталья я бы если предположим я был бы на месте господина офицера василенко и находился бы за границей я был бы в полной безопасности и и что господин василенко весь год нам публикует на своем канале всякие мотивирующие ролики вот ребята надо бизнес вот так вот вести 17 законов успеха и так далее вот на эту ерунду почему-то он тратит свое время и деньги вот это ведь извините тоже денег стоит оператора надо пригласить надо там приодеться сесть освещение и так далее вот на это все он находит время и желание а чтобы людям нормально объяснить что происходит почему-то у него нет ни времени ни желания так это старые ролики а вы вообще житель василенко сейчас или нет вот я его не видела уже очень давно вот мы никто же не знаем да и вот зачем мы будем судить сейчас мы не знаем что происходит сейчас с людьми но я еще раз повторю компания которая что-то пытается сделать значит это не не мошенники какие то которые просто хотят украсть эти деньги значит просто их подвели к этому подставили им надо как-то вырулить это вот я уверена это на сто процентов понимаете если бы нас хотели кинуть нам сказали бы до свидания и все с вас можно еще просто андрей я еще такой момент услышал вот забыл его озвучить когда вот по кабинету был обучение что оказывается токена уже выпущено ограниченное количество там где-то миллион с небольшим миллион сто что ли и там было такое предположение что если зайдет в проект 200 тысяч человек то каждому достанется где-то по пять монет всего лишь вот такой нюанс поэтому кто сейчас успеет купить чем больше тем лучше тот конечно естественно в дамках будет кто успел вот хотя бы три купить да тот тоже неплохо скриблона и и ор просьба к тебе и к тем кто имеет доступ в эти там супер секретные чаты хорошо ребята вы тогда ну раз уж они не хотят там выкладывать на всеобщий доступ вот эти записи и так далее ну пожалуйста вы хотя бы тезис на не знаю видите если будет обучение могу сюда скинуть ссылку на обучение нет просто ты но юр ты тогда делай аккуратнее потому что я слышал что некоторые делали скриншоты своих кабинетов им потом кабинета блокировали за это то есть ты хотя бы сам не знаю с анонимного и да я сначала спрошу вот у спонсора можно ли так делать вот потому что я в нашем они не общем питерском а вот нашим групповом чате это увидел ссылочку но я два раза послушал в принципе все нормально не такого слышал прям наоборот интересно вот но вот такой нюанс да то есть у нас токены ограниченным количеством выпущены как и в других проектах кстати вот я тоже слышал ну соответственно будет свою цену иметь ну как бы на внутренней бирже ну и возможно на каких-то внешних биржах также поэтому понимаю что да действительно информации мало не до всех доходит ни у кого-то времени нет этим заниматься но тем не менее надо изучать и углубляться слышать слушать и двигаться дальше просто другого нет выхода все равно нам зеленых кабинетов вывода не дадут и не будет а только вот есть такая возможность выправить ситуацию как-то так сколько они могут вот эти зеленые кабинеты держать чтобы деньги с них вывести они могут у спонсора спрашивал сказали что еще не ограниченное время будут они да ну кто-то например захочет просто не продать чтобы не было никаких следов вообще этого сайта потому что кабинеты будут максимально пустые и никто за там два-три кабинета трястись не будет уж год не тряслися почти за миллиард евро остальное это так на расходы спишут всем сказано лучше конечно вывести возможные встречи там и обучение там как переходить и объясняет почему надо переходить но вообще они в рупор не будут кричать что из-за этих кабинетов проблемы у многих людей и у компании сейчас в любой момент просто отвяжут и все мне так кажется и проблемы вообще все шикарно все заводится все выводится то есть у людей у которых крупная сумма денег а я знаю таких ребят людей я даже вот одного юриста знаю он просто продал свои на вст счете еврики за но по ноль шестнадцать там по вернее по шестнадцать за штуку долларов да и все и и забыл по шестнадцать рублей ты имеешь ввиду может жалко по такой цели продавать есть другой вариант да да просто слил все но ты как-то дешево уже совсем я еще в прошлом году феврале ну там по 60 хотя бы по 40 по моему даже был вариант продать зря я не воспользовался такой возможностью прям предлагал он со мне юрист а я вот через него узнал там в москве такие суммы огромные просто заводили на висто поэтому тем ребятам видимо безвыходная ситуация они будут пользоваться вот этим вариантом на по другому наверное не будет уже возможности надо использовать все равно любую возможность смотрите я занимаюсь икрой за прошлом году ноябрь декабрь я скупала 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 это евро ну там по дешевке предлагали я все это скупала 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 и получилось что вот такая фигня я настолько верила ну как бы я и сейчас как верю что ну бывают всякие там моменты да в компаниях там в разных и нас никто не кинул но конечно сейчас я допустим то что я скупала по дешевке видимо я считаю так что вот это мне откликается что сейчас вот это теряется там да когда заводишь монеты покупаешь там теряешь ну я думаю вот одно на одно и идет то есть один к одному да не наговаривайте на себя вон на бирже сейчас в легкую можно восстанавливать свой счет и приумножать деньги это не значит что себе там порчу нагоняешь скажите пожалуйста как долго висит заявка в этом где висит то есть выставил на 100 плюс то есть сейчас курс 670 выставил по 780 то есть то есть то есть как долго она будет продаваться покупаться ну если сайт будет закрыт еще год то наверное год если откроется ну зови в порядке очереди как это здесь кто-то может ответить на этот вопрос в течение двух часов да бывает очередь там идет и по три с половиной часа даже на обыкновенные токены а вы говорите в данном случае когда там аж подвисает система и выкидывает всех сейчас warning your order да вот сейчас на экране кто видит это скриншот как раз который в нашем чате выложена и по-английски написано предупреждение что ваш ваша заявка находится в очереди а алло привет андрей можно к вам добавиться ненадолго андрей привет да привет а вот смотрите чего простым языком людям не объяснить зачем все пытаются ну это 90 процентов людей которые в жизни не сталкивались ни с техническим анализом ни с графиками ни с токенами да в принципе все пытаются изучить биржу смотрите во-первых можно перевести все очень простой язык что пытаются сделать роман то чем я вам говорил денег нет ну попытаемся выкрутиться то есть это уже порядочность в любом случае какая бы не была поэтому как бы вы не обсуждали в любом случае что-то делается то почему он не выходит на связь это уже он говорил я вам передавал это один раз он сказал мне запретили то есть мне запретили потому что это плохо повлияет на ситуацию так как она решается с органами Как она решается, это как бы ни для кого не будет публичной информации, понимаете. По поводу всего, как это делается, за счет чего будет этот токен расти. Расти он может только из-за маркетинговых каких-нибудь идей Романа. Представьте себе простую ситуацию вместо токена. Вы выходите с поезда, тысяча человек, например, выходят с поезда, который прибыл на перрон. И на вокзале стоит, например, три машины такси. Все хотят в нее попасть, потому что всем нужно ехать домой. То есть таксисты начинают говорить, видят, что столько пассажиров, реально стоимость, не знаю, там одного такси стоила тысяча рублей. А сейчас каждый говорит, да, ребят, я только за 10 тысяч еду. Но один больной, другой хромой, все ломятся в это такси, и цена начинает расти. Он говорит, повезу за 100 тысяч только. Потому что только есть три машины и тысяча человек. То есть вот так регулируется биржа, понимаете. Зачем это все в виде токенов рассказывать? А если нужно еще цену поднять, то Роман устроит дождь. Пойдет дождь, тогда все поедут и за 200 тысяч. А если нужно сделать цену понизить, то скажут, ребят, вот есть три такси, но надо, мы сейчас вам еще подгоним. Тут есть вот 100 велосипедов, стоит на парковке, вы можете на велосипеде домой поехать. Это дешевле по 0,17. А хотите в такси, свое такси перепродать, например, завтра подождете сейчас на вокзале, сутки поночуете, то сегодня оно по 100 тысяч, но завтра еще поезда подъезжают. И поедете там по миллиону, понимаете. Вот вам пример живой. То есть токен – это такси в данном случае, которое придумано для пассажиров. Для того, чтобы нагнать этих пассажиров в это такси, вам их принудительно дали. То есть никто не собирался вообще такси пользоваться и на вокзал приезжать даже. Так вот, в данном случае Роман может только устроить свои маркетинговые идеи в таком качестве, чтобы все начали пользоваться и пытаться потом друг дружке перепродать такси. Потому что сегодня приехала Маша, а завтра знает, что приезжает какой-нибудь Иван Петрович. Ему тоже нужно будет такси более чем Маша. Так Маша сегодня за 100 тысяч купила таксисту. То есть дала. Он говорит, вот 100 тысяч я тебе дала. Смотри, завтра в 10 утра ты повезешь. Но в 10 утра он уже взял этот заказ за 100 тысяч, хотя другие по 300 уже готовы там везти, потому что пассажиров много. Ну вот она возьмет там, я не знаю, за 300 перепродаст этому, не знаю, кто там, Игорь Петрович. То есть вот так работает вся биржа. А людей сейчас запутали. Они там всех какие-то БВСБ, потом ЛТСБ, еще и названия, господи, повыдумывали сложные. То есть все это меняется. Если не работают такси, видит сейчас вот вся эта контора, которая организована, то поменяют, не знаю, там на автобусы. Скажут, а теперь пользуемся автобусом. До этого мы на такси ездили, но так как у нас там развивается кое-как плохо или хорошо наша фирма, теперь у нас есть там суперэлектротранспорт. Вот теперь мы будем ездить на нем, поэтому мы такси меняем на автобусы. И так будет происходить вечно, пока не будет сработана какая-то идея, которая нагонит ликвидности во всю эту тему. Тогда и вырастет курс. А вот когда все обсуждают, а за счет чего растет токен, да не за счет чего, за счет идей только. Пойдет дождь и вырастет стоимость. Вот и все. Людей запутали. У них там столько названий. Я к вам сейчас периодически захожу почитать. И там столько букв, да я сам путаюсь, кто на что, куда меняет. Там просто даже понятно, когда мы с Романом сколько лет еще там сидели, он смотрел, как торговля идет в компьютере, он все интересовался, а как это вот все там на этом Форексе происходит. Я говорю, ну вот да, тут покупает вот толпа, другая продает. Вот поэтому понижается и повышается. Когда он не совсем понимал, я ему приводил примеры. Вот просто там на авиабилетах на чем-то. Вот видишь, билетов нет, а такая толпа должна улететь. Вот вам пример с такси, я не знаю. Это просто условно вот пальцем в небо. То есть пока Роман, скорее всего, сам не знает, как с вами рассчитаться, но он это делает всеми силами. Выходить на связь он не может. Он сказал, это наш личный разговор. Когда я ему говорю, а что ты не выйдешь, что ты там не позаписываешь, не может. Вот ему его юристы, которые вот выбрали какую-то там свою стратегию, какое-то мероприятие, которое они там правовое будут проводить, вот говорит, вот вообще просто не выходи на связь. Никак, ни в каком формате. А делать ему что-то нужно. И перед людьми я уже говорил, Роман все равно порядочный человек, но он не знает, что делать. Денег нет, денег не хватает. Но ликвидность нагнать можно. Потому что все пассажиры будут знать, что нужно пользоваться только тремя Яндекс.Такси, но можно еще велосипедами. А если вся эта штука не работает, или там для особых пассажиров еще вертолет там привезут. То есть вот так будет регулироваться цена. Понимаете? Вот так вот будет ваш токен расти или падать. Вот сейчас сказали, что у такси есть официальная цена реальная, там, например, 100 тысяч. По 100 тысяч вы можете, грубо говоря, когда будет 100 тысяч достигнуто, тогда и пользуйтесь. То есть вот так это регулируется. Но пока никого нет, кто пользуется, потому что всех принудительно привезли на вокзал и сказали, езжайте домой на такси. А до этого люди жили совсем другой жизнью. Они вообще сидели, занимались своей работой. Где-то там им капало со старого вот этого проекта, там, Life is Good, там, всего, да, Bestway, всей этой каши, грунт. А сейчас просто сделан другой формат. И Роман, между прочим, сделал прекрасный маркетинговый ход. То есть и показано, что он пытается вернуть. Это прекрасно. Посмотрите на другую ситуацию. Я вот из Украины, да. У нас там куча жилья разбомблено. И народ возмущается. Говорит, да вы что, охерели? Что у нас за государство? Нам дали какие-то там бараки. Живите все в каких-то там детсадиках или там педучилищах. То есть вы что, охерели? Ну, государство дало им не на 100% новый дом, который у них разбомблен, да. А им дали педучилище, которое там 5% от их прекрасного жилья, примерно, для них представляется в качестве жизни, да. И они возмущены тоже, нас кинули, что у нас за государство такое плохое. Дайте нам новую квартиру, мы не виноваты, что ее разбомбили. Нет, ребят, живите в педучилище целый год, понимаете, с детьми, со всеми. Но вот так. Вот так и Роман сейчас пытается, понимаете. 17% или 15% кто-то выводит. Ну, так это хорошо. Что ж плохого? Ну, что он не так делает? Потому что все соскучились, на связь он не выходит, но не может. Простите, я тоже помню, что такое уголовное дело, и много ошибок делал. Потом за это просидел, наверное, год выкручивался в судах за то, что я понаговаривал. Молодец, правильно пока делается. Самое главное, движение, двигаться дальше надо. Ну вот, вот и двигаются. Завтра придумают какой-то маркетинговый ход еще. То есть, чем больше будет заинтересованность в этом, кажется, да? Да. Так, ребят, я на чуть-чуть подключился. Да, вот, поэтому все нормально, все делают как могут. Все это коряво, криво, плохо. Может быть, машины не покрашены, не того бренда такси, там, я не знаю, там не такая марка. Один водитель плохо водит, другой хорошо. Ну, со временем автопарк какой-нибудь появится. А потом будет один к одному стоить, потому что будет целый автопарк такси, будут все пользоваться, меняться, перепродавать поездки свои. Но это вот вам параллель такая, чтобы было понятно, без всяких технических, там, площадка такая, площадка другая. У людей, вот, которые постарше 50+, наверное, у них вообще крыша едет. То есть, нас втянули, куда там сиди разбирайся. Вот вам простая ситуация. Представьте, у вас вот есть дом, что угодно. Вот в доме живет там 100 квартир, и одна медсестра на весь дом, все резко заболели. Ну, понятно дальше. Можете как угодно параллели проводить. Вот роман сейчас выкручивается. Насколько он смог выкрутиться, это в формате, там, 15-17%. Ну, вот, все. Поэтому обсуждайте дальше, буду вас слушать. И всех женщин уже с прошедшим, или нет, еще не с прошедшим, 8 марта. Все, спасибо за слово. Все правильно. Нельзя с первой ступеньки прыгнуть на десятую. Ступенька за ступенькой преодолеется расстояние. Это любой сферы жизни касается. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры сделал DimaTorzok